Допустим, мы реализуем простой калькулятор арифметических выражений с переменными. Наш калькулятор поддерживает операции сложения, умножения, целые числа и переменные. Нам необходимо реализовать функцию, вычисляющую значения выражения, а также функцию, переводящую выражение в строку. Первая функция принимает на вход ассоциативный список значений переменных, значение по умолчанию для переменных, чье значение неизвестно, исходное выражение и возвращает число, результат вычисления выражения. Вторая функция принимает на вход функцию отображения имен переменных, выражение и возвращает строковое представление. Какой тип нам стоит использовать для представления выражения? И как лучше реализовать функции вычисления и отображения? Работая со списками, мы видели множество различных функций. Во многих задачах нам приходилось использовать функцию map, которая работает с каждым элементом списка, не затрагивая его структуру. Другие полезные функции, такие как filter, take while и reverse, изменяли структуру списка, но не меняли его элементов. Наконец, мы использовали свертки списков, чтобы получить нужный нам результат, схлопнув весь список в единое значение. Подход, при котором обработка данных делится на предобработку при помощи map, и свертку, находят широкое применение в распределенных вычислительных системах. Одним из наиболее известных применений этого подхода является, пожалуй, фреймворк MapReduce компании Google, предназначенный для обработки огромных в несколько петабайт наборов данных. Эта же идея используется в проекте Hadoop, который используется компаниями Yahoo и Facebook. Функциональная природа языка Haskell позволяет нам использовать этот же подход на меньших масштабах в обычных программах. Однако списки далеко не всегда оказываются подходящей структурой для организации наших данных. Например, иногда удобно организовывать данные в деревьях, сетках, векторах, стеках, очередях, хеш-таблицах и других структурах. Можем ли мы использовать подобный подход с предобработкой данных и последующей сверткой, используя другие структуры? Взглянем на тип функции Map. Чтобы лучше понять, как мы можем обобщить эту функцию, замерим квадратные скобки на конструктор типов List. Мы хотим иметь возможность заменять список на любую другую структуру, например, дерево или стек. Заметим, что List, 3 и Stek не являются типами, это конструкторы типов. То есть мы хотим перегрузить функцию Map для конструкторов типов. Но любой конструктор типов не подойдет. Например, конструктор AsokList принимает два параметра, тип ключей и тип значений. Если бы мы хотели реализовать функцию Map для значения ассоциативного списка, нам пришлось бы заменить лист на AsokListKey. Оказывается, у типов и конструкторов типов есть свои типы. Такие типы типов называются виды. У всех типов, которые могут иметь значение, вид звездочка. Конструкторы типов, принимающие один тип параметр, например, Maybe, список и 3, имеют вид звездочка, стрелочка, звездочка. В самом деле, вывод типов для типов следует такому же процессу, как и вывод типов для значений. Проверить вид типов в интерпретаторе можно при помощи команды $k. Тип Either имеет вид звездочка, стрелочка, 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 звездочка. Как и функции на уровне значений, конструкторы типов карированы и могут быть частично применены. Например, тип EitherString имеет вид звездочка, стрелочка, звездочка. Теперь взглянем еще раз на тип функции Map. Мы видим, что А, Б, лист А и лист Б типы, поскольку должны иметь значение. Поскольку лист А и А типы, выходит лист конструктор типов, который принимает тип и возвращает тип. Классы типов Haskell работают не только с обычными типами, но и с конструкторами типов. Это значит, что мы можем перегрузить функцию Map для использования с различными конструкторами типов. В стандартной библиотеке определен класс типов функтор с единственным методом fmap. Заметим, что тип функции fmap – это тип функции Map, в котором заменили список на переменную f. Да, переменные конструкторов типов также разрешены в Haskell. Функция fmap применяет функцию из А в Б к каждому элементу типа А в структуре ФА и возвращает значение типа ФБ. Выпишем реализацию экземпляра класса типа функтор для списков. Действительно, fmap для списков – это уже знакомый нам мэп. Maybe A содержит 0 или 1 элемент типа А. Можем ли мы определить функтор для Maybe? Вид Maybe подходит, давайте попробуем. Тип fmap для Maybe мы можем получить, заменив f на Maybe. Если на входе Nothing, нам не к чему применять функцию, и мы вынуждены вернуть Nothing. Если на входе JustX, мы применяем функцию к единственному элементу. Теперь мы можем применять функции из А в Б к значениям типа Maybe A, используя fmap. Заметьте, что это выглядит лаконичнее, чем сопоставление с образцом. Хорошо, давайте реализуем экземпляр класса типа функтор для деревьев. Тип fmap для 3 мы можем получить, заменив f на 3. Если дерево пустое, мы оставляем его пустым. Иначе применяем функцию к элементу в узле дерева и рекурсивно взимаем fmap f для поддеревьев. Отлично, можем ли мы теперь реализовать экземпляр класса типа функтор для Either? Хм, Either требует двух параметров, а нам нужен конструктор с одним. Мы можем частично применить Either, передав ему лишь один параметр, и выписать реализацию для нового конструктора типов. Тип fmap для EitherE мы получим, заменив f на EitherE. Для конструктора Right мы получаем значение типа A, к которому мы можем применить функцию f. Для конструктора Left мы получаем значение типа E. Функцию f тут применить не к чему, поэтому мы возвращаем просто LeftX. Класс типа функтор, как и большинство классов типов, не обходится без законов. Так какого поведения мы ожидаем от функции fmap? Мы ожидаем, что эта функция применит заданную функцию к каждому элементу в структуре и при этом не изменит исходную структуру. Оказывается, мы можем формализовать это свойство при помощи двух простых законов. Во-первых, если мы применим тождественную функцию к каждому элементу, ничего не должно измениться. Иными словами, fmapID равно id. Во-вторых, если мы применим к каждому элементу функцию f, а затем функцию g, то результат должен быть такой же, как если бы мы применили к каждому элементу композицию функций f и g. Первый закон выглядит довольно просто и его легко проверить. Второй закон выглядит сложнее, к тому же мы должны перебирать все возможные f и g. Однако параметрический полиморфизм помогает нам с проверкой этих законов. Оказывается, если первый закон выполняется, параметрический полиморфизм требует, чтобы второй закон также выполнялся. Это означает, что при реализации экземпляра класса типа функтор нам достаточно проверить лишь первый закон. В качестве упражнения реализуется экземпляр класса типа функтор для дерева квадрантов. Убедитесь, что первый закон выполняется для вашей реализации. Вы заметили, как реализация функтор получалась практически механически? Поскольку новые типы в Haskell строятся при помощи альтернатив и кортежей, должно быть достаточно просто найти все вхождения элементов типа A в структуру F-A. Хотя в реальности все немного сложнее, компилятор действительно может это сделать. Однако вывод этого класса типов не входит в стандарт языка, поэтому нам требуется включить расширение. Для этого поместите строчку language-derived-functor в самом верху вашего исходного файла. Готово. Теперь вы можете добавить функтор к списку выводимых классов типов, и вуаля, ваш тип поддерживает обобщенный мэп. Вернемся к задаче с арифметическими выражениями. Для реализации обеих функций, вычисления и отображения, нам необходимо применить функцию каждой переменной выражения. И правда, в случае вычисления выражения, нам необходимо получить значение каждой переменной, исходя из ассоциативного списка значений и значения по умолчанию. В случае этого выражения, нам необходимо определить представление для каждой переменной. Давайте объявим тип выражений таким образом, чтобы мы могли легко применять функции каждой переменной. А именно, объявим тип expr-A для выражений с переменными типа A. У этого типа будет 4 конструктора значений. конструктор для целых чисел, конструктор переменных типа А, конструктор для операции сложения и конструктор для операции умножения. Теперь мы можем реализовать вычисление выражения в два этапа. Подставить значение для каждой переменной и вычислить итоговое выражение без переменных. В нашем случае выражение без переменных будет иметь тип exprint. Мы можем легко определить функцию, вычисляющую такое выражение. Значение числа – это само число. Вместо переменных у нас также стоят числа. Для конструктора операции сложения мы вычисляем сумму, для умножения – произведение подворожений. Чтобы получить значение одной переменной, мы используем поиск по ассоциативному списку – функцию lookup. Если переменная находится в списке, мы выбираем ее значение, иначе используем значение по умолчанию. Вычислить значение выражения с переменными мы можем теперь, подставив значение для каждой переменной при помощи функции fmap, после чего вычислив полученное выражение без переменных. Для перевода выражения в строку используем тот же самый подход. Сначала реализуем функцию отображения для типа exportString, считая, что каждая переменная уже находится в нужном представлении. Затем реализуем общую функцию, применяя функцию отображения каждой переменной выражения, после чего используя упрощенную функцию отображения для полученного выражения типа exportString. Давайте немного расширим возможности нашего калькулятора и разрешим переменным иметь в качестве значений другие выражения. Реализуйте функцию ExpandVars, принимающую на вход ассоциативный список значений переменных, значению по умолчанию и исходное выражение, и возвращающую новое выражение, в котором вместо значений переменных подставлены соответствующие подворожения. Ссылка на проект с вычислением простых арифметических выражений находится в описании под видео. Успехов!